всем доброе утро сегодня замечательный солнечный день и у меня праздник сегодня день рождения моей любимой единственной доченьки а завтра день рождения мужа так сложились обстоятельства что я не дотянула всего лишь один день и не подарила мужу на его день рождения ребенка то есть я родила сару 24 ноября у мужа день рождения 25 ноября мы вместе с вами сейчас едем детский сад будем поздравлять сару мы решили детском саду отметить день рождения потому что там как бы все детки с кем она каждый день вместе мы сделаем ей сюрприз мы заказали аниматоров анну и эльзу но это ее любимые персонажи и они будут ее там поздравлять и развлекать деток хочу поделиться с вами что это первый день рождения у сары которую мы празднуем именно так масштабно детском саду с аниматорами с большим количеством людей до этого мы не отмечали и дни рождения потому что я считаю что в этом не было смысла так как она ничего не понимала и было абсолютно все равно и это дело каждого родителя да но сейчас она я вижу что она осознанно подошла к этому моменту она делает какие-то заказы кто-то раньше начинает уже запрашивать но она у нас вот получается до пяти лет вообще ничего не просила ей особо этот день рождения не нужен был поэтому мы его не отмечали и в этом году решили как бы уже начать потому что она сама попросила это дело каждого родителя но как бы я считаю что до трех до пяти лет можно не отмечать ребенку день рождения везем саре пиньяту эльзу заказывали в алматы здесь у нас девочка делает очень хорошо недорого сары сегодня день рождения мы пришли в садик ее переодевать сейчас приедут анимация только проснулись сара ну-ка познакомь нас с девочками где твои подружки кто твоих твои подружки сам как подружек зовут девочки такие красивые кто твои няшки вот они похожи похожи я не знаю ты 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 Ай, каши мало ела. С днем рождения! У тебя борода уже вся в креме. Саре подарили вот такую русалочку, Ариэль. Красивая. С ней можно купаться. Вокруг нее ее друзья вот так крутятся. Закончилось наше день рождения. Очень было ярко. Сара, тебе что больше всего понравилось? Мне понравилось, как я разбивала эту пиньяту. Сара палкой разбивала пиньяту. Ей очень сильно понравилось. Мы устали. Еще дома поели тортик. И разобрали подарки. Будем ложиться спать. А завтра день рождения у папы. Я ему купила подарок. Завтра подарю. И завтра мы тоже будем ездить целый день по делам. А вечером пойдем в ресторан. В кафе. Да, в кафе всей семьей. С Арочкой. С папочкой. Доброе утро. Сегодня утречком быстро съездила в салон. И сделала себе ногти. В общем, это наращивание. И гелевое покрытие белое на бензинянном пальце. Камни Сваровски. Банальненько, но захотелось мне чего-то такого белого и матового снова. Моя полочка пустеет. Все потому, что мы собираемся лететь в Таиланд. Представляете? 26 числа. Летим мы надолго. И поэтому я беру все самое необходимое. Но в то же время перевеса у нас не должно быть. И мне так жалко оставлять этот крем. Потому что он очень тяжелый. Но он такой классный. Стеклянная баночка. Видите? А он очень тяжелый. Мне его вообще невыгодно с собой брать. Поэтому он останется здесь на полке. Меня ждать. Я поняла, что я так привязана к своим каким-то штучкам, дрючкам. Что я не могу оставить половину вещей. Но мне придется. Вот. В общем, мы собираемся в Таиланд. Подробности будут попозже. Подарила Вове сегодня на день рождения я чемодан. Самсонайт. Очень красивый чемодан. Люблю его. Именно эту модель. Он такой гладенький, вместительный. Это модель Космолайт. Здесь 120 литров. И для нас это идеальный объем. Потому что вот у меня точно такой же, только серый. Видите? Это мы так собираемся. Вот. Такой серенький. Он очень вместительный. Вот. Как бы мы решили взять два таких одинаковых. Но это темно-синий. В общем, Вова доволен. Считаю, для мужчины такой хороший подарок. Мы видели в интернете, что по таким чемоданам проезжают машины. То есть тест делали. С ним ничего не происходит. Он назад выгибается. И все. Плюс он очень легкий. Приехали в Суши Дай. У меня сегодня такой образ. Порядочный. Краб. Он настоящий, живой. Смотри, Сара. Именинник. Скажешь, сколько тебе лет? Я не знаю, Сара. У меня в 83-м году родился сколько у меня лет? Молодые. Нам в душе всегда 18. У меня устрищная диета. Я буду в Таиланде. Буду ездить по устрищным фермам. И изучать производство, как производится. В Таиланде по чему они, устрицы? По одному доллару. Одна штука? Капец. Вот, Суши Дай. Мы тоже заказали устрицы. Нам еще принесли суши. Но я буду суши только я, потому что Вова кушает только устрицы сегодня. Вот. Смотри, прическу. Какая у тебя красивая прическа новая. Да, у тебя каре у нее. Да, у меня каре. Вот такие волосы. Каре. Мои бедные... Легче стало, да? Мои волосы быстро-быстро упали. Они отрастут у тебя быстро? Да, отрастут до пола. Мы летим сегодня в Таиланд, наконец. Мы не знаем, на какой период летим. Но, я думаю, на всю зиму точно. Нас сегодня впервые спросили обратный билет, а у нас его не было. Но мы сказали, у нас есть виза в Таиланд. И они сказали, а, ну окей, раз у вас есть виза, тогда можно и без обратного билета. Пока. Мы решили сразу, не выходя из аэропорта, заказать себе тайскую еду покушать. Вова заказал тум-ям с рисом, а я креветки, но они очень острые, я чувствую. Вот. И сразу фреш из манго. Нас с аэропорта привезли в офис, где раздают машины в аренду. Мы сейчас возьмем машину и поедем в Паттайю, в Пангкога. Мы сейчас в Паттайю поедем, будем губаться. Папа взял в аренду машину. Машины здесь праворульные, как в Японии. И даже пахнет внутри, как в японских машинах. Вот. И мы сейчас поедем в Паттайю. Мы заехали в Паттайю. Здесь так интересно. И туристов очень мало. Вообще практически нет. Это район Джунтиен. Но сейчас такое время. Воскресенье. Нет, время. Нет, такое время. Спят. Это кафешки. Мы решили сегодня не ехать далеко на пляж. Прямо возле отеля спустились. 200 метров. Ой, собака пришла. У нас пока ничего нет, дружок. Здесь, как в Индии, собаки лежат. Ходят повсюду. Окошечек не видно. Собаки их выгоняют. Собаки выгоняют, да. Где там зала? Сара нашла себе подружку. Я так понимаю, это тайская девочка. Но очень общительная. И Сара не против. Деловая колбаса. Она так рада. А вода такая теплая-теплая, как молоко. В общем, мы с Вовой не можем определиться, что хотим. Ты что хочешь? Я хочу устриц. Вова, хватит. Здесь устрицы только жареные. Ой, не, не хочу жареные. Я бы съела креветки в кокосовом молоке. Нам принесли еду. Креветки карри. И еще креветки. Только мало. Вот это блюдо стоит полторы тысячи тенге, да? Да. И вот это тоже полторы тысячи, но здесь еще меньше креветок. Тысячи тенге. Тысячи тенге. Дорого. Мы не можем, честное слово, находиться в зиме, зимовать. Особенно Вова. Я бы еще, знаете, привыкла как-то. А Вова не может. Ему нужно обязательно каждую зиму уезжать в теплые края. Потому что слишком холодно и все останавливается. Вот уехали в Таиланд. Когда вернемся, я не знаю. Касательно нашего дома. Многие переживают, что ремонт вот мы сделали. Не переживайте. Мы ремонт делаем для себя. Да, квартирантов мы больше не будем селить, потому что обожглись на этом. Поэтому делаем ремонт для себя, чтобы вернуться в красивый дом, если вернемся. И родители там сейчас находятся, как бы. Поэтому все нормально. Все животные наши под опекой. Поэтому все спокойно, все стабильно. Буду прощаться до следующего влога. Оставляйте ваши комментарии. Вопросы, если они у вас есть. С удовольствием ответим. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»